сейчас сказать точно сто процентов что электроцинк больше никогда не возобновить свою работу я не готов сказать потому что поступает очень противоречивая информация да с одной стороны мы видим что предпринимаются какие-то формальные шаги но с другой стороны мы видим что опять же несмотря на то что нам говорят что сейчас происходит выгрузка производства и прочего у нас есть информация которая свидетельствует о том что там идет переработка да после того как электролизный цех сгорел вот вся цепь производства она нарушена но при этом мы понимаем что там работают еще два цеха и если подвозить туда полуфабрикаты скажем то который можно перерабатывать эти два цеха могут спокойно перерабатывать у нас есть информация из разных источников о том что подвозилось сырье и вот мы видим в 11-12 часов там если вы обращали внимание в это очень много пара это как раз из цеха где остужают сырье и очевидно что это не выгрузка это полноценная работа на наш взгляд просто было выторговано время для того чтобы продолжить какую-то минимальную работу а потом до законсервировать производства но что будет происходить после консервации это уже другой вопрос мое опасение то что спустя год после того как настроение уже будут более спокойными люди не и внимание к теме электроцинка не будет так привлечено у кого-то может возникнуть идея переиграть ситуацию и запустить новое производство тут еще надо понимать что электроцинк может легко сменить собственника да и асу а новый собственник он ничем не никакими соглашениями и они его ни к чему не обязывают даже сейчас то соглашение между битаровым ахмудовым это по факту просто джентльменское соглашение я надеюсь что оно будет выполнено но от этого соглашения очень легко отказаться не думаю что ключевому акционеру гмк сейчас интересно вот воевать за этот электроцинк я думаю что он не совсем в курсе то что происходит здесь это скорее уже игра скажем более мелких игроков до которые рассматривают варианты и того чтобы просто переиграть и стать каким-то смежным звеном который будет получать какую-то прибыль когда была очередная информация что завод работает на следующий день представители комиссии выехали на электроцинк был Ахшарбек Фадзаев был Инал Алборов был Руслан Тедеев еще несколько человек но вот например на встречу вышел Хадык и он сказал так вот я пущу вот этих трех человек да Фадзаева Тедеева двух человек а вот Инал Алборова я не буду пускать на вопрос почему он тоже член комиссии сказали что Махадыка сказал что мы находимся по разные стороны баррикад на справедливое замечание Руслана Тедеева о каких баррикадах вообще идет речь он ничего не ответил но в итоге мы чтобы не накалять ситуацию Инал сказал не буду заходить пусть хоть кто-то зайдет и посмотрим что там происходит допуск на завод производится происходит очень сложно по факту электроцинк продолжает игнорировать замечание требования комиссии на 90 процентов я официально в составе комиссии не состоял поэтому по мне была формальная причина меня не пускать но вот Инал Алборова я не понял почему не пустили вот в результате чего нам пришлось объезжать завод на машине запускать квадрокоптер чтобы понять что происходит причем на территорию завода мыского на наш квадрокоптер не заезжал он параллельно шоссе встал мы не нарушили никаких норм но я знаю что сотрудник электроцинка сбивает квадрокоптеры над заводом я не вижу куда добрый воли со стороны электроцинка абсолютно и более того то хамское письмо да со стороны ходыка где он просто написал комиссии объясните мне пожалуйста кто вы такие какой вы статус имеете чтобы я отвечал на ваши письма и приходил или пускал вас но есть такое письмо на утекло в сеть это чек полностью показал свое отношение и к людям и отношений по моему на мой взгляд это отношение и к главе республики отношение к своему ключевому акционеру махмудову потому что ну чек на мой взгляд опять таки этому все регналируют какие-то пункты соглашения но чисто формально к ним подходит но никакой доброй воли с его стороны нет комиссия собрала довольно большой объем документов по итогам комиссии я надеюсь эти документа этот эти документы будут отправлены в правоохранительные органы поскольку ну действие огромное количество нарушений и ну вот например один интересный факт это вот прямо на комиссии происходило когда она тот 11 первое заседание когда узнала что я сейчас могу ошибиться то ли ростехнадзор то ли не ростехнадзор по моему да он несколько лет не посещал электроцикл у них не было проверок и когда члены комиссии то узнали они сказали послушайте тут маленький бизнес человек имеет к нему могут там раз три месяца приходить и запаривать у них не было после пожара депутаты направили запрос официально что была проведена проверка и проверка нашла около 500 нарушений в том числе и минимальных формальных там когда что-то неправильно лежит но и в том числе серьезных и поэтому когда заявляться о том что там нормы эксплуатации были полностью сохранены что ничего не нарушалось это большой вопрос но опять же это мое мнение о конечном решении должны принять следственные органы но тут тоже такой момент очень смущает то что и хадыка и кобылкин озвучивали версию то что это был поджог еще до того как следствие пришло к такому выводу в то же время комиссия воздерживалась от каких-то резких заявлений официального да мы услышали прямо на заседании совета федерации как ну кобылкин что ну там 90 процентов информации что был поджог нам странно делать такие заявления пока нету итоговой информации у меня есть причины считать что поджог был намеренный то есть у меня не могу сказать что мне есть доказательства но уверен что у комиссии будет материал для того чтобы его можно было направить по крайней мере на проверку надзорные правоохранительные органы